Всем привет! Меня зовут Смирнов Иван и в эфире новый выпуск ответов на вопросы. Вопрос сегодня будет таким. В одном из своих выпусках вы упоминали такое понятие, как сетка детализации. Можете рассказать о нем поподробнее? Давайте разберемся. Термин сетка детализации родился в недрах Смирнов School для того, чтобы мы могли со своими студентами рассматривать более глубоко определенные составляющие дизайна. В чем его суть? Суть в том, что если вы дизайните некий набор контента, например, ряд предметов, которые должны быть из одного набора, то они могут быть из одного набора по целому ряду параметров. У них может быть одинаковый цвет, одинаковая палитра или одна логика для всех палитров. Там может быть line выполнен в одном и том же стиле и так далее. Много факторов, которые позволяют сделать целый ряд объектов и сказать, что это один набор. Но есть еще один очень важный фактор – это работа с формой. И да, формообразование может быть действительно очень разным, это широкая тема. Но есть одна очень важная тема – это работа пропорций и соотношение крупных масс, средних масс и маленьких масс. Иными словами, мы можем ряд объектов описать сетку детализации. То есть мы можем описать, каких пропорций должны быть эти элементы, и создавая следующие элементы, мы можем ссылаться на эту сетку детализации. Мы можем это делать на глаз, делая просто, чтобы было визуально похоже. Но если это делает один художник, он это выполнит хорошо. Если это делает два художника и они оба опытные, скорее всего, они тоже будут все это держать в рамках единого стиля. Но если художников много, и не все они достаточно опытные, то некоторые из художников, работая над отдельными деталями, могут терять целостную картину, и в итоге размер деталей у них будет скакать. И легко может получиться так, что новая объекция совершенно не соответствует по пропорциям и по шагу размеру деталей всем предыдущим. Может там деталей намного больше, они намного меньше, и сразу видно, что этот предмет сделан в другом стиле. Так вот, сетка детализации это, по сути, как линейка, когда вы можете визуально сравнить, какого объема у вас должны быть детали на уровне крупных, средних и маленьких форм. Более того, сетку детализации можно применять в дальнейшей работе с 3D для того, чтобы ваши объекты соответствовали полигонажу, чтобы не получилось так, что вы наконцептили что-то очень мелкое, забыв про стилистические ограничения проекта, а потом это нельзя замоделить теми техническими ограничениями, которые существуют. Да, просто полигонов на них не хватает. Сетку детализации можно применять для того, чтобы и концепт художники создавали арт, который рассчитан на соответствующий полигонаж, и 3D художники могут ориентироваться на нее, чтобы держать все пропорции в общих рамках. По итогу сетка детализации позволяет нам держать в голове размерность элементов, позволяет нам наглядно сравнивать, а не выходим ли мы за какие-то пределы, а не получилось ли так, что мы новые элементы придумали, не глядя на общую картину, и они выбиваются из общего стиля. Это понимание того, какие у вас самые маленькие детальки могут быть, и то, что меньше него не может быть ничего. Это очень удобный инструмент для оптимизации своей работы и для лучшего контроля пропорций. Я надеюсь, что я достаточно подробно ответил на этот вопрос. Задавайте свои новые вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok